коллеги всем привет сегодня надо сделать быструю работу сделать надо бюджетно то есть по схеме обычной не так как я обычно делаю чисто вот кусочком эта работа такая для своих чтобы сделать быстро у нас сейчас появился один новый материал который я уже месяц тестирую протестировал и уверен в этом продукте сейчас я вам покажу что из себя будет представлять ремонт тут уголочек был замятый его отрихтовали чуть-чуть подлинули надо загрунтовать ну и покрасить в ребро точнее покрасить распылом в ребро залакироваться чтобы не трогать крыло где-то там обычный ремонт как выглядит грунтуем либо ночь оставляем она сохнет но сегодня только начало рабочего дня 11 часов либо же ставим лампу инфракрасную сушим перетираем и красим здесь будет выглядеть следующим образом я сейчас еще подотру 320 очкой потому что на ночь было подготовлено грунтанем в полтора слоя и через два часа я уже перетру и буду красить освежаем риску 320 20 и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень важно хорошо перемешать именно сам грунт, потому что он густой. Это любой продукт важно хорошо перемешивать. И разводим его по объему. По весу я не знаю, какие там у него параметры. Знаю только объемные. Теперь, не теряя времени, у нас на всю работу с грунтом есть минут где-то 10. Это его адекватная рабочая вязкость будет. И спустя это время он уже начнет густеть прямо в стакане. Наносится он рекомендовано в полтора слоя, но можно в четыре. Сейчас на примере там покажу, как это делается. Но все эти четыре слоя можно нанести за 6 минут. И полтора слоя можно нанести за 6 минут. Точнее, нужно нанести за 6 минут. Такие вот прикольчики у него. Грунт интересный. В то же время немного опасный тем, что его можно наносить только на заводское лакокрасочное, либо на голый металл. Все, что не заводское, однокомпонентное, под собой рвет просто в клочья. То есть он ровно настолько интересный, настолько же и опасный. С ним можно нахвататься приколов. Поэтому надо быть либо уверенным в том, что нижнее покрытие нереактивно, либо просто сносить его нафиг полностью. Обладает антикоррозионными свойствами и прямой адгезией к металлу. Это очень хорошо именно для моих работ. Я его очень сильно использую на лакалочках, когда мне нужно подготовиться под мокряк. Шпатлеванное место, грунтанул, через полтора часа перетер, не применяя никаких сушек, я отнес камеру под мокряк-красик. Именно для этого он мне и нужен. Но и тут тоже сгодится. Так, смотрим. Нам нужна дюза под него 1.4-1.5. Отлично, тут 1.5 стоит. 1.7-1.8 слишком много, очень жирный слой дает. Сохнет неправильно. Он высыхает, но не так, как хочется. Времени сходить покурить у нас нету, поэтому мы и не курим. Еще момент важный, это личное общение с технологом было. Этот грунт нельзя, ну не то что нельзя, не рекомендовано домешивать. То есть если вам не хватило, ну на объем какой-то, на какой-то из слоев потом докинуть, вылили остаток, промыли пистолет и налили новый. Потому что реакция будет уже неверна. Я не знаю, что там внутри, но это что-то очень быстрое. Каким образом он наносится? Первый слой припыльный, как у Ultra-HS лака. Такой еле-еле закрытая пленочка. Либо 5 минут просто ожидания, либо минута обдува. Второй слой наносится полный. Если вам этого достаточно, можно оставить. Если вы видите, что нужно еще, сразу кидайте третий слой. Посмотрели на него. Если нужно еще, можно кинуть четвертый тоже сразу, без каких-либо промежутков. Не то что можно, а нужно кидать сразу, без промежутков. Он не течет. Очень прям плохо склонен к потеку. Он натягивается в идеальный глянец. Шагрений там фактически не будет. Трется элементарно потом 320, если нужно, конечно. А так 400-600 под покрас. Давление 2. Сейчас настрою фагел себе по ширине. Давление 2. Юза 1,5. По подаче, правда, его надо по чуть-чуть. Слой дает очень толстый. С полутора слоев наливается 120-140 микрон. Поехали. В таком состоянии либо 5 минут, либо обливаем. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, слой полностью помотовел. Можно валить другой. Повозвращаем давление до двух. Я чуть открою подачи. Полный вальнули, глянули. Надо, не надо еще. Ну, я так смотрю, вот тут можно в самом начале еще чуть-чуть. Еще сразу. То же давление, те же настройки. Ну, и вот теперь хватит. В таком состоянии оставляем его от полутора до двух часов. Смотрим, как он подсыхает. Давайте глянем. Сейчас у нас без пятнадцати двенадцать. Без пятнадцати два. Грубо говоря, в два я уже буду его перетирать. Потому что все-таки слоя у нас получается три таких. Ну, по количеству. Полтора слоя сохнет точно вот полтора часа. Ну, чем больше слоев, тем дольше нужно высохнуть. Ну, оставим его на два часа. Без пятнадцати два. Будем начинать тереть. А, еще забыл сказать. Никаких тоже ожиданий. Поставили пистолет, куда-то ушли общаться там с кем-то. Курить сразу нужно идти мыть его. Потому что сам грунт от пистолета отмывается очень туго. Это не обычный нам привычный грунт. Это какая-то бодяга, которая с совершенно другими свойствами, к которым мы пока что еще не привыкли. Что по сушке, что по своим характеристикам. Прилипание всего остального. Ну, яд ядом. Ну что, давайте взглянем. Чуть больше по временем прошло, чем два часа. Два часа сорок минуты. Делами занимался, не успел. Ну, в общем. Грунт высыхает хорошо. Но шагрени на нем, но ее нет. То есть он натягивается офигенно. 320. Показываю. Кто найдет шагрень, тот молодец. Я тут нет. То есть пробиваем. Просматриваем что-то. Какой-то жировичок. И чуть-чуть там полушишечка. Закруглим ее сейчас. Далее перебиваем 400 и... Все. Грунт высыхает хорошо. Если есть вариант, вот именно использовать его в полтора слоя, это прям вообще жир. Ну, вот, как бы. По толщине 4... 3-4 слоя дадут полных 200 микрон после высыхания. Это более чем достаточно, чтобы сделать какой-то небольшой ремонт и отправить это все, допустим, под мокрят. Но я его использовал все это время под мокрят. Не под перетирку для покраски, а именно вот в мокрое положение я его закидывал. Хорошая адгезия на голый металл. Нет вот этой полосочки, когда бывают некоторые грунты. Если не кинул кислотник, как адгезионник, начинаешь перетирать и видно вот эту вот легкую полосу, которая тянется, тянется, тянется. У этого грунта такого не замечено. на абсолютно разных деталях. Теперь 400. Черный цвет, мне 600-ка для воды не нужна. Поэтому я просто серым скотчбрайтом размотую повороты, все углы и стыки. Ну и тут пробегусь сереньким слегка. И все, в принципе, мы выходим вот раз. Удобно. Очень. В боксе сейчас 18 градусов. Ну что ж, приступим. Все готово, перетерто. Выходы отличные. Налакокрасочные. Вот так. Я еще этот грунт не проверял, но уверен, что проблем не будет. Под переходик оклеено, проемка уложена, карман запихан, все продуто, протерто липкой салфеткой. Делаю уже выкраску. Потому что, как обычно, я забыл посмотреть цвет и искал его просто из библиотеки. Ну, нашел. На всякий случай делаю для себя свою выкраску, чтобы был цвет мой именно выкрашенный. Потому что очень редко, но бывают какие-то отличия от заводских выкрасок. КОНЕЦ АЛЬЯНСКИЙ АЛЬЯНСКИЙ Готово. Сейчас высушим. Можно, в принципе, пообдувать, можно включить сушку. Короче, высушим. Посмотрим на то, что все укрыло через фонарь. И лачимся. Покажу один новый лак, который я выбираю сейчас для гаражников. То есть будет два продукта, две новинки в одном видео. Посмотрим. Все укрыто равномерно. Берем липкую салфетку. Проходим на всякий случай. Собираем. Потому что это на основе перламутра. Цвет. Может что-то и быть рассыпанным. Есть. Теперь здесь залит у нас двухслойник. Сейчас покажу, какой от компании метод. Обычный простой двухслойничек для гаражников. два нормальных обычных полных слоя. Учитываем всегда, что там, где у нас старый только лак, слой должен быть тоньше, иначе он там потечет. Лучше потом сюда долить, нежели там потечет. это на любых лаках такая тема. Сейчас вытащим сарину. Точнее, не сарину, а волосину от кого-то выпало. Есть. Так, слой разливается. Все нормально. Между слоями до 10 минут плюс-минус пройдем, проверим. И будем класть второй слой. 10 минут. Все. Все просохло. Переходной растворитель. Продолжаем. А теперь можно смело лить второй полный слой, потому что у нас уже есть основа, за которую лак будет сцепляться. Давление 1,8. Обычный двухслойник. Простой, как 5 копеек. Реально. Главное, никуда не торопиться. И просто дать нормально просохнуть. Снимаем мишуру. Берем раствор. Подача еле-еле настроена. Заодно посмотрим, как он себя покажет на переходе. Ясен пень, что будет какая-то усадочка, просадочка. Посмотрим, как она себя проявит, потому что лак бюджетный, бюджетный. кратерочек один. Его надо закапать, когда пройдет межслойка. То есть минут через 10 зайдем, ткнем специальной палочкой лачок у нее и ткнем в кратерочек. Да, я загрязнение размазывал. У меня в лючке какая-то херь была и походу оттуда. А может и не оттуда. Кратера это тема такая. Попробуй найди. Вот он один тут есть, может где-то еще один есть. Но не факт. Не, пока что один. Если больше не появится, то это вот попробуй угадай, откуда он конкретно. Подождали до 10 минуточек. Межслойка. То есть к пальцу ничего не остается. Берем крышку с лаком, берем вот такой специальный тампончик. Мочим его в волочок. И ищем где у нас крутый рог. И ставлю две точечки. Не надо пытаться весь залить. Блин, ну слой у лака толстый. Посмотрим, как спилится. К текучести лак вроде бы как не активен, потому что соринки, которые есть, вокруг них не сильно уж так, чтобы стекало. Обычно когда лак текучий, вокруг сыринок прям такой пытается образоваться надрыв. Специально выключил камеру. Не обдуваю, не сушу, ничего не делаю, чтобы посмотреть, как он себя поведет тут в условиях просто без вентиляции. Хотя так не честно, даже если без вентиляции, то вообще без вентиляции прям делать. Ну для здоровья я красил без маски, чтобы нужно было разговаривать. Оставляем его на ночь. Посмотрим, как он себя поведет через ночь сушки. Полировать я вряд ли буду на следующий день. Посмотрим вообще, как он себя поведет, как изменится шагрень. Потому что сейчас она в принципе красивая, но она изменится. Это бюджетные бюджетные прямолаки и не может быть такого, чтобы она осталась идеальной. Переход получится, потому что тут вообще все красиво прямо. Посмотрим. По зоне, где грунтовалось, меня все устраивает, я здесь не вижу в принципе ничего. Посмотрим, налочок прошло получается почти два дня. Он полностью высох. Да, есть усадочка, я в принципе это вполне ожидал. Сейчас попробуем, как он точится, как пилится, как вот этот каплю кратера, которую я залил. Блин, она так растеклась, что лучше бы я ее, честно говоря, не заливал. Как по мне. И соринки подтачиваем. Переходик очень хороший. Прям вообще плавный-плавный такой получился. Это четко. Точим у соринки, полируем переходик. По шагрени тоже совпало. Дверь сейчас чуть приполируем, чтобы лучше было видно. но я так вижу, что по шагрени все круто. Берем талиблок 800 и 1200. Сейчас спилим. Ну, конечно, каплю я поставил жирнющую. Пилится хорошо. Забивания нет. То есть лак высох. Ой, вообще прям хорошо пилится. Видно, что хоть бы хороший МС был по толщине своей. Ну, кратерок запилили, заточили. Да, соринки на нем резать будет приятно, потому что он пилится легко. попробуем еще один вариант 2000 ковекс на эксцентрике. Идеальный, даже не забивает. Ультра ХС забивает. в основном ультра ХС и пилим даже спустя там 4-5 дней они все равно чуть подзалипают. Это за два дня фактически не залипает. Он походу полностью сухой. красота. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ступень Есть! Накидываем пасту И титанчиком добиваем его Быстро помер довольно-таки титан Ну как быстро, сколько? С августа месяца, сейчас декабрь закончился Все, ему уже вилы Посмотрим, может он тут сейчас и помрет у нас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, взглянем Как у нас все тут выглядит Наполировывается лак, неплохо Не скажу, что супер, классно Но неплохо Мне пришлось тут в одном месте Протереть второй раз, глянуть и дополировать Там где я спиливал самую крупную А так в целом Переход мне очень понравился, как получился переход Вот, его вообще нету Вот прям совсем Ни шагрень не пострадало Ни какой матовости, мутности нет Потому что машина европейская Довольно-таки по возрасту Ну уже в возрасте Лаки еще нормальные применялись И вот сливание лаков Получилось ну очень классно Не каждый раз можно сделать вот такой Ну реально крутой переход Мне понравился, как переход получился Да и в целом лачок в принципе норм Норм По грунту Альтернативы вот по такой скорости грунта Я на сегодняшний день не знаю вообще Быстро сохнет, круто наполняет Классно трется Отсутствие шагрени вообще как таковой То есть его можно тереть сразу под покраску Последним наждаком Если там у вас все ровно по ямочкам По ступенечкам Интересный грунт По лаку он интересен тем, что Ценник у него хороший И свойства в принципе вполне себе адекватные За эти деньги Это получается самый низ по цене Из того, что вот я пощупал Мне понравилось Посмотрим, как он себя поведет Я примерно раз в полгода За этой машиной наблюдаю Она у меня стоит во дворе Поэтому можно будет посмотреть Через полгодика Что с этим лаком произойдет Машина ездит в Дании постоянно Ее там моют Насилует Соли, песок Посмотрим, как относительно Старого лакокрасочного Будет себя вести этот лак Если что-то будет Вот прям Из ряда вон выходящее Я это обязательно покажу А на этом все Вопросы в комментариях Там общаемся Пишите свои мысли По поводу новых продуктов Я желаю всем удачи Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok